в этом уроке мы с вами рассмотрим как создать танцующий силуэт вот такой танцующий силуэт который исполняет как видите правдоподобные движения это векторный рисунок исполняющий такие правдоподобные движения движущиеся в экзотическом таком танце и в этом нам поможет известная поп-дива леди гага вот такой вот видеоклип bad romance в котором она исполняет вот этот участок танца мы и импортируем в наш редактор давайте посмотрим и послушаем вот такие вот движения которые мы воспроизведем в нашем adobe flash редакторе теперь давайте посмотрим что у меня есть на компьютере у меня есть три варианта файла данного видеоклипа bad romance в различных форматах в av flv и формате mov это quicktime player формат quicktime player которые в принципе можем использовать в нашем flash редакторе их я скачал в интернете может быть вы найдете где-то на диске любой видеоклип любое любые движения которые вам понадобятся потребуются вы можете импортировать в adobe flash редактор и давайте я покажу как это делается запускаем наш flash редактор через меню файл импорт импортировать видеофайл мы открываем нужный нам файл например в формате mov quicktime player открываем bad romance и нам редактор говорит выделенный файл не поддерживается adobe flash player запустите adobe media encoder чтобы преобразовать его поддерживаем формат например flv или f4v что мы и на что мы соглашаемся жмем ok кстати в версии 3 cs3 adobe flash cs3 там было все это гораздо проще теперь нам потребуется запустить adobe media encoder давайте его и запустим собственно говоря и нам предлагается сохранить готовый файл в формате flv в любой папке на нашем компьютере в нужной нам папке на нашем компьютере ну давайте сохраним его как 1 жмем сохранить после кодирования видеофайла в общем укажите путь так нам об этом нам сообщает путь к нему нажмем ok теперь у нас выбран нужный нам файл в энкодере в adobe media encoder и здесь мы выбираем настройки в настройках мы можем выбрать наш фрагмент нужный нам фрагмент так сейчас где-то вот здесь вот здесь начинается наш фрагмент и сюда мы подводим левую крайнюю обрезаем с левой стороны наш клип здесь уже пошло движение вот так и обрезаем его с правой стороны где-то и в принципе все можно выбрать файлы можно f4v не суть важно жмем ok так и еще что можно сделать это обрезать например обрезать наш видеоклип до нужных нам размеров так чтобы он был поменьше объемом чтобы он импортировался гораздо проще в наш adobe flash редактор ну где-то вот так вот жмем ok теперь чтобы запустить кодирование нам необходимо нажать кнопку запустить очередь и кодирование пошло кодирование данного фрагмента который мы выбрали оно пошло в нужном нам формате в нужной нам пропорции так после кодировки в той папке куда мы сохраняли данный фрагмент или готовый готовый как бы трансформированный или преобразованный файл он сохраняется в виде флв и формате фла в принципе формат фла нам не потребуется нам потребуется вот этот вот формат флв и его мы сейчас экспортируем в наш flash редактор выбираем внедрить флв файл в свф файл воспроизвести во временной шкале выбираем наш файл на компьютере то есть это вот bad romance 1 жмем открыть и жмем далее звук нам не потребуется поэтому его в принципе можем выключить и жмем далее жмем готово вот наш наш фрагмент импортирован в наш flash редактор и теперь нам потребуется новый слой давайте заблокируем слой с нашим с нашим видео для того чтобы мы не смогли его перетянуть перетащить или как-то исправить это исказить или сдвинуть просто чтобы не было скачков в движениях сдвинуть этот фрагмент сам сам элемент видео и и теперь в новом слое мы можем выбрать тот кадр в котором начинается данный так нужный нам фрагмент вот с 22 кадра у нас собственно говоря начинает леди гага танцевать вот здесь нам и потребуется инструмент линия выбираем 400 процентное отображение давайте сделаем повыше расширим например так вот расширяем и начинаем рисовать так что-то у нас очень толстые линии поэтому мы их выделяем давайте свойства в панели свойств сделаем линию не 3 а хотя собственно говоря 3 будет довольно таки интересно да толщина линия 3 будет довольно таки интересно так это будет потолще и будет гораздо эффектнее смотреться так вот здесь у нее волосы которые я не знаю собственно говоря не суть важно как мы их обведем где-то вот так здесь начинается и бедро давайте его так вот ctrl z откатим снимем выделение и вот так перетянем ok снова убираем линию ну и в общем то вот так вот мы ее и обрисовываем то есть обрисовываем по ее фигуре про по ее силуэту и зачерчиваем контур в данном видео похоже количество нужного нам изображения так ну и здесь у нас попадается другая нога с заднего плана поэтому здесь немного наугад надо поднимемся высше и и например вот в этом месте мы обрисовываем ее вот таким образом переход колена здесь пошел сапог внутренняя часть колена уходим на бедро выше здесь у нее довольно интересное место обходим его как можно точнее ну вот я бы хотел все таки сдвинуть вот так вот выше и теперь нам потребуется опять инструмент линия уходим под мышку вот таким образом так уходим на руку здесь не понятно что у нас поэтому как бы мы не нарисовали мы будем всегда правы так это наш силуэт и мы его рисуем в принципе как мы его видим ну и замыкаем вот эту фигуру собственно говоря вот таким вот образом так мы нарисовали во всем слое поэтому нам потребуется перенести первый же кадр на 22 кадр то есть там где она и должна быть так и теперь вот эту часть мы точно также сдвигаем так ctrl z откатываем мы просто удалим вот эти лишние кадры выделяем их и кликаем удалить кадры встаем в нужный нам кадр и как видите у нас все элементы выделились теперь мы их разгруппируем ctrl b горячие клавиши ctrl b нам позволят разгруппировать данные данную обводку и выбираем для редактирования стрелку снимаем выделение так и здесь мы еще кстати можем залить ее белой красочкой красочкой она не заливается почему потому что вот здесь остались не замкнутые линии где-то вот здесь они и остались попробуем красочки залить должна быть белая заливка которую мы не видим то есть где-то у нас осталась не замкнутая линия поэтому давайте лучше встанем в нужный нам кадр выделим всю эту обводку и в панели свойств так нам ее нужно кликнуть в панели свойств мы выбираем очень тонкую линию вот так вот минимальная 0.10 и вот смотрим где она у нас не замкнутая вот таким образом мы ее теперь замыкаем вот сколько это потому что мы выбрали очень жирную линию то есть я выбрал эту очень жирную линию в принципе мы можем сделать это позже после полного редактирования мы можем выбрать нужную нам линию или толщину линии так и вот здесь вот сколько ошибок нам дала толстая линия все это исправляется то есть заливка естественно не произойдет потому что у нас нету стыковки обводки переходим к левому сапогу вот они 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 ошибочки которые мы исправляем нам необходимо исправить так мы уже находимся в верхней точке осталось несколько линий вот собственно говоря получается что обрисовывать ее желательно более тонким более тонким более тонким линией давайте теперь попробуем залить выбираем ведерко заливаем опять где-то осталось нестыковка давайте выйдем на 800 процентное отображение вот здесь наверное все наверное это последнее нестыковка выбираем ведерко опять заливаем не выходит вот еще ошибочка проверяем так ну вроде бы все выбираем ведерко заливаем вот заливка происходит теперь мы можем сделать эту фигуру в режиме контура для того чтобы видеть то что у нас находится сзади так и в 800 процентном отображении мы начинаем редактировать да например давайте все все значит кривые сделаем то есть все ровные прямые сделаем кривыми для большей правдоподобности ну и где то вот так вот здесь у нас пошли как бы волосы внизу изгибаем талию по периметру ее талии как видите вот по контуру ее талии здесь у нас пошло бедро то есть мы добавляем ей немножко то есть таз добавляем ей немножко округлости здесь добавляем округлости по периметру ну здесь уже на угад как бы вслепую все идет ну где то вот так делаем ее более правдоподобной для того чтобы разделить например на какие то части давайте изменим цвет цвет например зеленый возьмем и нарисуем вот так линию control B мы ее разделяем снимаем выделение и теперь вот эту часть мы можем немножко изогнуть сюда а эту часть немножко изогнуть вот так теперь нам эта линия не понадобится дважды кликаем по ней удаляем delete и продолжаем продолжаем редактировать нашу наш контур так здесь немножко округлим сапожок окей так и вот это место тоже хотелось бы поправить вот так вот так переходим на правую сторону отлично пошли изгибы просто чем меньше прямых тем более правдоподобно смотрится правдоподобнее смотрится силуэт так пошли на икру икру так переходим на бедро немножко мы его расширим округлим переходим в область таза переходим на талию так вот такие вот округлости придадут ей большего большего эффекта большего больше правдоподобности так так здесь уже работает наша фантазия включаем фантазию и что мы там можем увидеть на этом по периметру мы пытаемся повторить ну и где то вот так вот теперь мы можем включить выйти из режима контура переключиться на давайте на 200 процентное или давайте на 100 процентное отображение переключимся чтобы видеть наш контур и в принципе мы можем исправить уже выделив всю нашу фигуру мы можем исправить панели свойств давайте кликнем по ней заходим в панель свойств и добавляем толщину контура например до 3 пикселей приблизительно вот так теперь закрываем панель свойств снимаем выделение вот мы получили вот такой вот контур контур также мы можем поменять цвет собственно говоря выделив его и выбрав здесь любой цвет мы можем сделать любой контур так ну у меня где то такой контур был выбран так далее мы встаем на следующий кадр вставляем ф6 новый ключевой кадр и здесь мы продолжаем значит редактировать можем перейти в режим контура и подредактировать его например увеличив до 800 процентов мы можем отредактировать существующий контур так здесь пошло движение поэтому сдвинулись все ключевые точки и собственно говоря леди гага все таки двигается и здесь все будет по-другому чтобы не повторяться чтобы вот этого не делать чтобы не редактировать постоянно одно и то же мы можем просто удалить то что имеется delete и нарисовать заново выбираем инструмент линия и рисуем вот здесь вот новый контур новый контур вот таким вот образом мы обрисовываем новый контур то есть я не сказал что это будет очень легко это будет кропотливый труд довольно кропотливый труд для этого дела мне потребовалось например для создания этого контура танцующего контура мне потребовалось ну почти день прерывистой работы но собственно говоря если не прерываться то за полдня даже больше наверное придется потратить можно сделать этот танцующий контур то есть ну вот что то такое наугад это обрисовывается и мы получаем вот такой вот контур ну вот собственно говоря я обрисовал в каждом кадре то есть на протяжении всего ее движения обрисовал в каждом кадре все ее контуры и теперь данный слой в принципе мы можем удалить слой с видео мы можем удалить я думаю не было смысла показывать как я рисую в каждом кадре ее контур поэтому мы теперь выделяем выделено выделяем все эти кадры и сдвигаем на начало то есть с первого кадра начиная с первого кадра вот эту часть же можно в принципе удалить удалить кадры нет не так удалить кадры вот здесь отлично теперь мы выделяем вот эту часть еще раз копируем копировать кадры ну и давайте где-то вот с 50 кадра вставить кадры выбираем вставить кадры и наши кадры вставляются отлично вот вот теперь вот эту часть нам необходимо обратить то есть мы их выделяем и выбираем так обратить кадры окей теперь это движение будет повторяться то есть там где она остановилась дошла до определенной точки с этой же точки начинается движение в обратную сторону и переходит к первому же кадру то что у нас то есть последнем кадре у нас будет совпадать положение с первым кадром окей теперь мы выделяем вот эту часть которую мы скопировали и обратили и сдвигаем на пару кадров чтобы они сливались чтобы не было остановки вот в этом месте так и вот эти лишние кадры мы удаляем удалить кадры теперь мы можем просмотреть что у нас получилось жмем control enter запускается наш flash player раздвинем и вот мы видим наш танцующий силуэт отлично мы добились с вами вот этого эффекта танцующего силуэта то есть с правдоподобными движениями в векторном рисунке это не видео это уже анимация то есть вот такая покадровая анимация техника покадровой анимации позволяет нам создать вот такой танцующий силуэт отлично и на этом урок закончен анимации но ни 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 Продолжение следует...